привет всем спасибо что с нами на нашем канале 75-летняя пугачева мотается с мужем иноагентом и детьми по миру больше двух лет артистка давно на пенсии и не поет вживую но выпускает новые песни 13 мая очередная премьера как известно после начала и слова пугачева с мужем уехала в израиль на днях пугачеву галкина и других сбежавших из россии артистов назвали израильтянами такое довольно интересное заявление сделала посол израиля в российской федерации симона кальперин приехавшие в израиль люди подобные пугачевой другие артисты и работники прочих сфер проблем не испытывают они все для нас израильтяне то есть интегрированы в жизнь страны выступают с концертами работают в театрах сказала посол израиля я вам больше скажу россияне тоже считают этих артистов израильтянами они своими соотечественниками пусть живут в израиле или где-то еще в россию не надо возвращаться но и пусть остаются своими там нам такого добра не надо но есть одно но пугачева с галкиным из израиля давно выехали дети устроены в школу на кипре вот я наблюдаю за пугачева и галкиным это уже некий спортивный интерес если каждый год до войны они поздравлялись с днем победы то сейчас мы видим молчание в соцсетях пугачева конечно может вылезти позже сказать что она внутри поздравила понятно что никому нафиг не сдалось ее поздравления хотя нет есть их же поклонники которые празднуют этот день лишний раз мы видим парочку засунувшую язык задницу трусливо решили отсидеться а хочется ведь отметить мать пугачевой выросла военное время а отец галкина так вообще военный человек сидевший в доме получается что пугалкиной предали не только свою родину первую и вторую они предали из своих родителей их веру их время впервые в истории не только российского но и голливудского всемирного шоу-биза вижу такой уникальный тандем предателей это потрясает и хочется изучить это как эффект паразита вируса преступления века а до кучи пугачева на кипре тайно встречается с иноагентом олегом теньковым хочется напомнить в последних интервью теньков заявил что принципиально не общается с теми кто летает в москву а ведь пугачева после побега там было как минимум два раза а также пообещал больше не возвращаться на родину так как видят в большинстве русских теперь настоящих фашистов россия не его страна олег теньков постучал со дна бизнесмен рассказал очередную прохладную историю о том как он отрекся от страны для меня вот человек который просто сейчас живет в европе и все это понимает и улетает в москву мне уже как-то не по себе а уж которые там живут но это вообще для меня какие-то люди с другой планеты мне не очень интересно что они там делают и тем более что это не моя страна уже заявил теньков и вот пугачеву местные блогеры сфотографировали на кипре за обедом в ресторане в компании друзей пугачева сидела рядом с иноагентом экс банкиром олегом теньковым отмечается что они о чем-то долго и оживленно беседовали фото пугачева сделали тайна заметно что на голове у нее бардак и нет традиционного парика из-за чего волосы редкие и не ухоженные к слову ранее скрывающуюся на кипре артистку заметили в компании также кирилла серебренникова некогда скучать бывший примадонни на кипре вся в делах вся в делах вы знаете когда началась спецоперация и в первые дни побежали уже некоторые я думала что первым из певцов побежит киркоров вот честно никогда бы не подумала что это сделает пугачева мне казалось что она слишком завязана здесь а вот нет в первую очередь она и побежала хаматова несмотря на ее фонд смальянинов несмотря на все его военные роли назаров с ролью священника в штрафбате не думала про дочь мошкова мне казалось при таком папе она не может так себя просто вести но как оказалось многие из нас ошибались они спасали свои деньги которые вывели за границу может и рады бы в рай но грехи не пускают да и остальные предатели рады бы вернуться но к счастью для нас сидят там и пытаются гадить оттуда иначе они и там не нужны а